Девушки отдыхают. Не плохо. Саша, левый сталкивай, сталкивай. Он тебя держит. Прям возьми, оттолкни его от себя. Оттолкни его туда. Ну вот, мы с вами послушали установку тренера. А на повторе было очень заметно, как Чепман откидывается назад. Вместо того, чтобы вниз уйти от левого крюка Александра Поветкина, он откидывается назад. За это, я думаю, его и можно наказать. Да, это была довольно неуклюжая попытка изобразить из себя Мухаммеда Али. Разножка эта знаменитая. До сих пор мы не поняли, чем владеет Вилли Чепман. Пожалуй, что ничем. Уже ясно, что он безударный. Уже ясно, что у него нет наработанных комбинаций. И в защите. Масса ошибок. Нет, останавливаться Александру нельзя. Снижать темп нельзя. Это только на пользу противника. Фокс. Да, вот это правильная подсказка. Сам-сам. То есть первым номер. По мере того, как боксер растет, я имею в виду, на профессиональном ринге, очень важный фактор вступает в силу умения распределять силы на длинные дистанции. Чепман устал, но похоже, что Александр устал. Надо признать, в этом раунде у Александра было поменьше успехов. И сейчас очень важно вернуть себе лидерство в этом бою. А лидерство можно вернуть только одним способом. Не давать поднять головы противника. Как только Александр дал погулять в Вилле Чепману, видите, кто-то и активизировался. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, сейчас предпоследний раунд пойдет. Чепман занял центр ринга, пока не пятится, а он очень плохо выглядит, когда его заставляют отступать. Видите, осмелился на атаку, вот что такое снизить давление. Чепман действует слишком размашисто, слишком вяло в атаке. И вот так подходить нельзя давать к себе. Да, вязкий получается бой. Первый раз за весь бой Чепман попал и пропустил. Иди сюда. Проверил рефери может ли стоять Чепман. Рефери бой останавливает. Для тебя будет лучше, говорит ему рефери. Ну, можно согласиться. Сейчас мы на повторе увидим, как это все случилось. Это то, что в боксе называется победа техническим нокаутом. Проверил рефери. Проверил рефери. Мне не было больно, говорит Чепман. Зря прекратили бой, ну и так далее. Всегда в таких случаях бывает. Да, победа техническим нокаутом. Александр Поветки. Много эмоций у Чепмана. Ну, в общем, держался он молодцом. И вел себя как джентльмен после боя. Да, это был Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Да, это был все тот же левый крюк. Санкт-Петербург. Промах справа. И очень хорошо, что пошел вслед за противником. Видите как? Вот то, о чем мы с вами говорили. Нельзя откидываться в защите, когда на вас идут. Главное правило профессионального ринга. Санкт-Петербург. 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 Санкт-Петербург.